Девушки отдыхают Как я вам уже и говорила до этого в своем предыдущем ролике, Лёля выкладывает свои ролики с опозданием. Женя уже благополучно вовсю снимает из Подмосковья, да, ну, а Лёля показывает, как провожает ее на поезд. Но, вы знаете, не так все просто в этой истории. Рано радовалась Женечка, она же кормящая сестра, да, она уже вовсю мечтала, что вот-вот со дня на день свалит от маман в Москву разгонять тоску от вечных подгузов, братьев, сестер и так далее. Но не тут-то было. Маманя Лёля, та самая, которая не любит, как она говорит, нагружать своих детей, решила, с какой такой стати. Она тут будет упахиваться, ночей не спать, ничего не есть, не пить и так далее. А Женечка, ее молодая доченька, будет там кайфовать с бабулей на пару. И Лёлька, молодец, сделала в очередной раз ход конем. Да-да, друзья мои, самый настоящий ход конем. И, провожая свою маму и дочу Женю, дала им в нагрузку, так скажем, еще двухгодовалого Якова и трехлетнюю Матрону. Ну, так, чтобы, знаете, жизнью, медом совсем не казалось. И еще при этом постебалась над Женькой вовсю. Да, когда она говорила это о Жене, она действительно стебалась, смеялась, и ей было смешно. Говорит, Женя, наша Женечка из многодетной семьи, она, говорит, да, отдаю, говорит, ей Якова и Матрону, чтобы она не скучала по деткам. Могу себе представить, когда бы Лёлька по ним действительно, не Лёлька, вернее, а Женя, по ним бы действительно соскучилась. Ну, что могу сказать, молодец, Лёлька решила ухайдокать свою дочку. Мало Лёльки того, что Женя вытирала им всем попы и сопли, и слезы, и слюни, была для младших братьев и сестер, так скажем, второй мамой на протяжении длительного времени. Ну, в общем, да, надеялась она, Женя, что начнётся её жизнь в Москве, жизнь студенческая пора, своя жизнь, так скажем, хотя бы какое-то время беззаботная. Но не тут-то было. Мама быстро поняла, просекла ситуацию, как что надо сделать, дабы освободить себя от многих проблем. И решила просто взвалить на Женю, которая едет учиться и на свою пожилую мать, своих двоих младших детей, которые не в состоянии сами себя обслуживать. В общем, в очередной раз Лёлька показала, что любит себя очень, ну, а на остальных ей, как всегда, плевать. Показывает, как Наташа, Васюна, целовывает и наглаживает Якова. Да, говорит, вот Яков очень Наташу полюбил. Ну, конечно, Лёль, всё понятно. Наташа молодец, настолько внимания, тепла, любви и заботы уделяла этому мальчику, да, чего не скажешь о тебе. Ну, а Лёлька, провожая своего двухлетнего крошку Якова, только посмеялась, сказав своему сыну Лёше, как же ты теперь будешь без своего дегустатора. Да-да, вот именно так. Вот, знаете, так спокойно она отдаёт детей, таких маленьких детей, пожилой маме и Жене, девочке, которой всего-навсего 17 лет, и которая вроде бы, насколько мы с вами знаем и понимаем, да, как нам говорят, она вроде как едет на учёбу. Вы знаете, складывается ощущение, что она едет просто погулять, но не на учёбу. Иначе смысл брать с собой в нагрузку таких маленьких детей, которыми надо заниматься. Яков, смотрю, уже стоят, ждут поезда, Яков опять у Лёши на шее, тот его практически не держит, Яков сам держится за его голову. В общем, ну, а мать довольная смеётся, что отдаёт Якова и Матрону. Ну, да, остальные Настя, Настя, София достаточно взрослые, да и там уже вовсю подросли Даня и Саша, на которых Лёлька теперь будет благополучно перекладывать свои взрослые обязанности. Вы знаете, на обратном пути Лёлька заехала с Лёшей вместе в парикмахерскую подстричь юного повара. Я так понимаю, готовят его вовсю на 1 сентября, ну, а потом заехали в магазин обновить себе, ну, прикупить себе шмоточек. Ну, покупает Лёша новые вещи, Лёлька тоже решила не оставаться в стороне и что-нибудь эдакого такого померить. Ну, и начала примерять на себя рубашки в крупную клетку. Ребят, я вообще в шоке, я когда увидела Лёльку в этих рубахах, это самый настоящий кошмар. Вы знаете, я вот думаю, неужели она не видит себя со стороны? Я, конечно, понимаю, что у неё со вкусом беда, но в любом случае те кофты, которые она сейчас носит, они гораздо на ней смотрятся выигрышнее, да, в любом случае. А в этих рубашках она самый настоящий квадрат Малевича. Вот не убавить, как говорится, не прибавить, да. Просто, когда она приехала домой, её снимают, значит, она идёт и видно, что явно ей эта рубашка мала сзади, она сборется. Причём Лёлька не знает, что такое стирать вещи, прежде чем их одевать на своё голое тело. Потом ещё удивляется, что у Насти появилась аллергия или там непонятно что, да. Если они даже вещи, перед тем, как надевать на тело, они их даже не стирают. Я вот просто в шоке. Ну да, в принципе, мы с вами знаем, грязная вот эта гречка, которая не промывается, вот эти грязные вещи, да, которые никто тоже не стирает. Всё для них это нормально, всё абсолютно в порядке вещей. В общем, рубашка сборется, мамке никто не сказал. Мамка, видимо, сама не видит, что она ей явно мала. И, кстати, вот эта рубашка, её просто увеличивает. Она в ней огромная, огромная, преогромная. Я, конечно, понимаю, что продавцу самое главное втюхать и лишь бы продать. Ну, такому, знаете, не совсем, я бы сказала, порядочному продавцу, потому что если человек действительно настоящий продавец-консультант, он будет, знаете, всё же советовать какие-то вещи, да, и делать так, чтобы человек пришёл к нему снова и снова, и, в общем, да. Ну, ладно, с продавцом всё понятно, но вот то, что Лёлька не видит, что она в этой рубашке просто огромная, мне, если честно, это странно. В общем, в очередной раз Лёля в этой ситуации, в этом ролике показала, насколько она любит себя, себя и ещё раз себя. А остальные ей нужны только, если эти люди чем-то могут ей помочь, да. Вы знаете, мать почему-то не пожалела ни свою 17-летнюю дочку. Решила ради своего блага, ради своего спокойствия отдать самых маленьких и самых шумных детей, которые не в состоянии сами за собой ухаживать. Странно, подумала я, что Лёлька не отдала бабушке и Женьке Вероничку. До кучи, а почему бы и нет, кормить она её уже, в принципе, грудью не кормит. Могла бы тоже им до кучи сбагрить, и Веронику хотя бы выспалась бы наша барыня, я надеюсь, бы выспалась, да, в кои-то веки, в конце концов. Я вот, вы знаете, всегда говорила, что Лёлька эгоистка до мозга костей. Вот я её раскусила сразу и всегда говорила, что она эгоистка, она любит себя в первую очередь, а потом уже идут все остальные. Что бы она там ни говорила, я люблю своих детей, я их обожаю и так далее. Нет, это абсолютно не так, и мы с вами всё это можем лицезреть каждый день в видосах. Ну, вы знаете, раз нет помощницы, и Наташа со дня на день тоже уезжает, сейчас они сидят вовсю, стримят вместе с Наташей, поэтому решила она сбагрить мелких в Подмосковье, да. Ну, а сегодня к ней приехала Света, о чём я вам тоже уже говорила, но, думаю, знаете, это такая, так скажем, разовая акция. Света не будет работать у Лёльки каждый день, потому что у Светы есть ещё работа, и у Светы есть своя семья. Лёльке всё равно нужна какая-то помощница, поэтому она так и поступила и отдала детей младших своей матери и своей дочке. Ну, что сказать? Что я могу сказать? Вы знаете, далеко не каждая мать, вот хорошая мать никогда в жизни не отдаст двухлетнего ребёнка и трёхлетнего ребёнка пожилой маме, которой сложно ходить за такими маленькими детьми, за которыми действительно нужен глаз да глаз. Да, кто-то отдаст, кому-то всё равно, кто-то отдаст. Кто-то так спокойно, как и Лёлька, может в жопу повернуться к двухлетнему ребёнку и сказать, «Яков, смотри, там яма, ну, только не падай в неё, ты же всё понимаешь, конечно». Все всё понимают в два года, это сто процентов, я в шоке. Вы знаете, ну, то, что Лёля не понимает, что для её мамы это сложно, ухаживать за такими детьми, да, или делает вид, что не понимает. В общем, главное, Лёлька, что молодец, сбагрила детей, довольна, теперь можно вовсю бегать, ружать, смеяться, есть, пить, спать, ну, и бегать за Сергеем Петровичем хвостом. В принципе, всё как обычно, Лёлька молодец, живёт исключительно для себя. Да, друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор. Ну, что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, ещё раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok